Дорогу в Японию первыми проложили для России моряки, дипломаты и торговцы. После того, как восточная страна стала открытой для иностранцев, корабли частенько гостили в японских портах. Особенно же гости жаловали город Нагасаки, в предместьях которого даже образовалось поселение, называлось оно Инасу, которое считалось ничем иным, как русской деревней. К 1870 году здесь проживали свыше пяти сотен моряков с фрегата «Аскольд», потерпевшего крушение у японских берегов. Местные жители относились к иностранцам весьма доброжелательно, не менее лояльно смотрели на вынужденных переселенцев и тамошние торговцы. Для лучшей адаптации в интересах русских даже открыли пятийное заведение под родным названием «Кабак Кронштадт». Вот в этом-то месте и возникли первые русско-японские семьи, главы которых скрашивали одиночество за счет японок, параллельно умножая приток в казну иностранной валюты. Временных японских жен называли мусумэ. В это понятие входило хоть и краткосрочное, но вполне себе законное сожительство иностранного подданного с японкой. По договоренности на время пребывания иностранца в стране восходящего солнца он получал жену не только в пользование, но и в солидное содержание. А русские офицеры и честь знали, и слово держали. Своебразный институт временных жен просуществовал в Японии до военных действий 1904-1905 годов. Назначение мусумэ, к слову, разительно отличалось от гейш. Последние представляли собой у куртизанок высшего разряда, с малых лет обучавшихся этикету, танцам, умения поддерживать интеллигентную беседу. Гейши являлись скорее живописным украшением временного мужчины и свидетельствовали о его высоком статусе. Такие женщины никогда не снизошли бы до временной связи с иностранцем из разряда русского офицерства. Мусумы же существовали за счет приезжих, обходясь им в месячную сумму около 40 иен, весьма немалую. Такие расходы были по карману едва ли не рядовому служащему российского флота с другой стороны. И за 20 иен сверху моряками арендовался небольшой уютный домик в Инасу. На весь срок оговоренного контракта мусумы добросовестно исполняли обязанности порядочных супруг. То есть, что они делали? Готовили, поддерживали в порядке хозяйства, сопровождали мужа на застольях, прогулках и развлекали его. Ну и, конечно, делили с ним супружеское ложе. С японками, не скованными христианской моралью, все было куда проще. Заключая с русскими контракт, они с легким сердцем меняли временных мужей. И при этом многие из японок вполне искренне поддерживали с иностранцами и теплые, и близкие взаимоотношения, воспринимая процесс как работу для души. Нужно ли говорить, что самые талантливые получали от щедрых русских куда больше оговоренных договором сумм? Накопив вот таким для нас с вами особенным, мягко говоря, трудом солидный капиталец, и не тяготясь осуждением вольного общества, в итоге барышни находили себя в обычной семейной жизни со своими соотечественниками. Причем российское флотское командование негласно одобряло подобные временные браки. Лучше уж пусть моряки имитируют приличные супружеские узы, нежели прожигают дни в питейных заведениях в беспорядочных связях. Несмотря на всю внешнюю легкомысленность ситуации, временные браки с японками оставили видимый след в российской истории. Если ознакомиться с мемуарами внука Николая I, великого князя Александра Михайловича, станет ясно, что подход к этому делу был весьма серьезен. После того, как князь, условно говоря, приобретал для своих нужд временную японскую жену, девушка еще до заключения брачного договора имела право на крайне уважительное к себе отношение. Сын знаменитого химика Менделеева также отметился в связях с Мусумы. Заключив в 1892 году договор с японкой Такахида Сима, мичман Владимир Дмитриевич даже решился на дочь от иностранки. После своего возвращения на родину он ежемесячно отсылал оставленной семье достаточные для жизни финансы. Кроме того, Владимир всегда поддерживал с японкой связь по переписке и даже хранил в семейном архиве фото с дочкой на руках. По некоторым сведениям, жена и дочь Менделеева-младшего погибли во время землетрясения 1923 года. Вот такова непридуманная история временных жен или Мусумы. Субтитры создавал DimaTorzok Сюжеты человеческих судеб, в которые трудно поверить. Непридуманная история.